Какую литературу сегодня читает молодежь? Телеканал Первый Уральск ТВ продолжает рассказывать про самые востребованные книги. На этот раз наша съемочная группа побывала в детской и юношеской библиотеке. Застать эту книгу библиотеки – большая удача. 12 зрителей Инны Монаховой практически всегда на руках. Повесть о пропавшей школьнице Ани Берс, рассказанная в форме 12 историй от 12 людей, которые ее встречали. Кто-то из них симпатизирует героине, а кто-то ее искренне ненавидит. «Признаться, в жизни не сказала бы привет такому убожеству, как Анька Берс. Если бы не совместные тренировки на корте, терпеть не могу эту мелкую гадину». Кто же поспешит на помощь девочке и вообще найдется ли героиня? Инна Монахова подводит нас к мысли о том, что равнодушие – это самый большой порог, который в последнее время стали проявлять окружающие люди. Что очень часто мы следуем о людях по их внешности или по их удобству для нас. Вторая не менее популярная книга называется «Гагара». Автор – Надежда Васильева. Это сборник повестей. Читателям особенно полюбилась повесть по прозвищу «Гуманоид». История о 12-летнем мальчике Митьке, который пытается понять, как устроена жизнь. Его главные учителя – папа и дедушка. Отец учит быть жестким и идти на пролом по головам. А дед – жить в ладу с миром. Мальчик поначалу и не понимает, какой позиции ему следовать. Не сразу и не так легко даются Митьке деда в уроки. Но ему становится интересно, как это так у деда получается, что все вокруг хорошие. Ведь он-то понимает, что хорошими люди быть не могут. Добрая книга о связи поколений, о поиске себя. В список востребованных книг также входит и роман «Антиутопия дающий» американской писательницы Лоис Лоури. Книга написана в жанре фэнтези и в 1994 году получила престижную медаль Ньюбери. Это история о 12-летнем Джонасе. Подросток живет в идеальном мире, где нет войн и болезней. Вот что об этом романе пишет сама Лоис Лоури. «Я сделала так, чтобы уютный и безопасный мир понравился читателю. Все мои персонажи вежливы и обходительны. Прекрасный мир, где даже за собой не нужно мыть посуду. Ах, как бы мне хотелось остановиться на этом». Но постепенно к юному Джонасу приходит понимание, что реальность на самом деле очень жестока. И то, что все воспринимают за благо, на самом деле таковым не является. Стариков по-тихому убивают, как и слабеньких младенцев. И перед подростком встает выбор – остаться в этом идеальном мире или отказаться от него, чтобы спасти себя и того, кого он, вопреки запретам, успел полюбить. Татьяна Уварова, Дамир Харисов, Служба народных новостей.